Виновность Здравствуйте! Сегодняшний наш урок посвящен понятию виновности, понятию ответственности. И в том числе мы поговорим с вами об ответственности несовершеннолетних. То есть, видимо, наиболее интересной для вас теме в этом разделе. Что же такое виновность? Начнем с этого понятия. Виновность, согласно господствующей ныне так называемой психологической концепции понимания понятия виновности, это психическое отношение лица к совершенному им деянию, действию либо бездействию. Ну, как вы помните, мы с вами уже об этом говорили. Что значит психическое отношение к совершенному деянию? Ну, давайте вспомним себя немножко в детстве, чуть-чуть назад отмотаем время. Вы разбили какую-то вазу. Вы маленький ребенок и боитесь возможного последующего наказания от своих родителей. Когда в комнату входит мама, вы говорите, я не виноват, это сделал не я. Ваза упала сама. Мама, конечно же, вам наверняка не поверит. Она попытается вас убедить в том, чтобы вы сознались. И в конечном итоге вы все-таки, как приличный человек, преодолевая все, так сказать, свои психические барьеры, говорите, да, это сделал я, прости, мама, я виноват. То есть вы осознаете негативность своего поступка. Вот понятие вины, по сути, является одним из краеугольных понятий в определении преступления. Почему мы так говорим? Да потому что от того, виновен человек или нет, зависит то, какое наказание он понесет за совершенное им деяние. Если я сам понимаю общественную опасность своего деяния, своего поступка, то, конечно же, я соглашаюсь с тем, что должен понести ответственность. Но, с другой стороны, государство, которое выступает в лице такого карающего органа в данном случае, оно наверняка будет учитывать тот факт, что человек сам раскаялся, понимает неправильное своего поступка. И его наказание будет каким-то образом облегчено, да, это так называемые смягчающие вину обстоятельства. О том, какие виды виновности бывают, мы вкратце с вами говорили еще на прошлом уроке. Мы говорили о том, что бывает умысел прямой, бывает косвенный умысел, бывает легкомыслие, да, бывает неосторожность. То есть человек по-разному может совершить свое противоправное деяние. Кто-то совершает сознательно, это его акт волевого поведения, а кто-то совершает свои преступления, к сожалению, недобросовестно исполняя свои обязанности там и так далее. Самое важное для нас вот в рамках данного урока понять, что, с одной стороны, очень важно, чтобы человек сам осознавал вину, да, и виновность своего поступка. С другой стороны, если человек не признает за собой вины, государство должно взять на себя ответственность в случае, если вся доказующая база указывает на то, что этот человек совершил противоправное деяние, оно должно его обвинить и признать этого человека виновным, даже если он сам отказывается это делать. Уже только после этого наступает следующий признак преступления, это признак наказуемости. Что это означает? Это означает, что государство предусмотрело за совершенное деянием данного гражданина какую-то ответственность. Мы с вами уже говорили, помните, о том, что в случае, если что-то не запрещено, то это безусловно разрешено. Но вот если запрет есть, то есть если есть соответствующая статья Уголовного кодекса, и человек совершит преступление, подпадающее под данный закон, и если его вина будет доказана, либо он сам признает свою вину в рамках судебного разбирательства, вот тогда наказуемость должна последовать. То есть она должна быть необратимым следствием всего процесса. И тут, конечно, могут быть разные факторы, то есть как там сложится в дальнейшем судьба этого человека, то есть какое решение примет суд и так далее. Но то, что наказуемость должна быть, и она должна быть всеобъемлющей, это абсолютно точно. Не может быть избирательным право. Нельзя поступить так, что вот ты, какой-то человек, назовем его условно X, ты подпадаешь под уголовную ответственность, потому что, ну, в общем, ты плохой. А ты, гражданин Y, ты на самом деле хороший. Ты, конечно, тоже подпадаешь под ответственность, да, все, в общем, совпадает, все правильно, все по закону, но ты хороший, и вот мы тебя за это привлекать не будем. Такого быть не может, потому что право, это важнейший признак права, да, оно должно быть единообразно исполняемым всегда и везде. Чем же оборачивается уголовная ответственность? Она оборачивается наказанием. Причем это наказание очень четко определено в законе. Оно может последовать только в результате решения суда. И когда уже все необходимые процедуры были соблюдены, согласно уголовно-процессуального кодекса, ну, там, возможные процедуры обжалования, там, приговора, да, там и так далее, то есть апелляции и прочего. Вот если все это уже пройдено, все эти этапы, и гражданин действительно должен понести уголовное наказание, то тогда приговор вступает в силу и, соответственно, начинается уже иного порядка процедуры по отбыванию им соответствующего наказания. То есть оно может быть разным тоже. То есть это может быть и условное наказание, это может быть наказание связано с реальным сроком в рамках уголовного производства. Так вот, конечно, уголовное, так сказать, право предполагает заключение под стражу, возможно, даже на длительный срок, это очень серьезное наказание. У нас предполагается даже пожизненная мера за исключительные какие-то совершенные преступления, например, терроризм. Но цель всех этих наказаний, это не унизить человека. Не доказать, что вот смотри, ты один, ты маленький, мы государство, у нас много, мы большие, мы сильные, вот ты совершил какой-то противоправный поступок, вот теперь за это получи. Нет, главная цель наказания это исправить человека, показать ему, что он был неправ. Ты понесешь ответственность, а потом опять можешь стать добропорядочным гражданином. Ну, о том, какие бывают участники совершенного преступления и как, соответственно, каждый из них может понести ответственность в рамках уголовного делопроизводства, мы с вами об этом можем поговорить отдельно. Как мы с вами сказали в самом начале урока, достаточно интересный вопрос о том, какую ответственность несут несовершеннолетние. Действительно, как быть с людьми, которые совершили противоправное деяние, предусмотренное уголовным кодексом, но им еще не исполнилось 18 лет. Ведь вполне такое возможно, что человек, ну, скажем так, социально несет уже с собой какое-то зло, причем зло общественно опасное, но при этом это еще по закону ребенок. Как быть в таком случае? Ну, тут государство не дает возможности расслабиться. По общему правилу, с 16 лет граждане Российской Федерации несут ответственность практически за все совершенные ими преступления. При этом лицо, которое может быть осуждено за совершенные противоправные деяния, сразу, конечно, не может быть отправлено в обычную колонию, то есть в пенитенциарное заведение, где будет отбывать наказание. Вначале он будет отправлен в колонию для несовершеннолетних, то есть для таких же подростков, как и он, но совершивших, соответственно, преступное деяние. В то же самое время, к великому сожалению, количество фактов, когда преступления совершают дети еще более раннего возраста, начиная с 14 лет и раньше, то поскольку такое количество таких преступлений растет, государство было вынуждено принять соответствующие решения и в этой сфере. Поэтому, уже начиная с 14 лет, граждане Российской Федерации могут нести ответственность за особо тяжкие преступления. Мы можем разделить их условно на три такие группы. Ну, вот давайте с вами об этом поговорим. Еще раз подчеркнем, что речь в данном случае может вестись только о действительно тяжких или особо тяжких преступлениях, потому что если государство берет на себя ответственность по осуждению, ну, по сути, еще совершенно детей, мы с вами сказали, это возраст до 16 даже лет, то их вина должна быть, во-первых, абсолютно доказанной, а преступления по-настоящему общественно опасны. Потому что все-таки санкции, предусмотренные за такие статьи и, соответственно, санкции, назначаемые государством, они достаточно велики и достаточно серьезные. Итак, что же это за преступления? Ну, первое, это преступление против личности. Речь идет об убийствах, речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести. То есть, когда мы можем сказать, что в результате действий того или иного лица, какой-то гражданин России или не России, но он пострадал, пострадало его здоровье, он, может быть, потерял работоспособность или даже частично потерял работоспособность, это все равно уголовная ответственность, достаточно серьезная. Речь идет об изнасилованиях и всех видах вообще насилия по отношению к личности. То есть, в данном случае речь идет о очень тяжких статьях. И если уж люди пошли на подобные действия, значит, это действительно опасные люди. Опасные, и их нужно изолировать, их нужно перевоспитывать. Поэтому государство в данном случае достаточно жестко себя ведет. Второе, это преступление против имущества. Но это не простая кража, причем там кража, не повлекшая за собой какого-то серьезного материального ущерба. А это грабеж. Это разбой. То есть, когда речь идет о групповых преступлениях, а это отягчающее вино обстоятельства. Возможно, с применением оружия, что также является отягчающим вино обстоятельством. То есть, вот этого типа преступления, безусловно, также довольно жестко наказываются. Ну и последнее, это общественно опасные преступления, например, терроризм. К сожалению, случаи такие уже были, когда молодые люди по своему недомыслию попадали под влияние тех или иных деятелей, которые пропагандировали какие-то свои идеи. Эти дети, по сути, считали, что они борются за что-то справедливое. И становились вот такими нелепыми жертвами, вот таких не совсем честных на руку деятелей. Терроризм – это жесткая статья, и за нее, соответственно, человек должен понести достаточно серьезное наказание. Государство предполагает до 10 лет лишения свободы по, скажем так, особо тяжким статьям. Ну, конечно, не все так плохо и не все так сумрачно. В предыдущем абзаце мы с вами говорили о том, когда люди совершают, ну, скажем так, очень тяжкие преступления. Это исключительные случаи, и мы должны с вами надеяться, что таких вещей будет в нашем мире становиться все меньше и меньше. В то же самое время, конечно, детская преступность – это явление общесоциальное, оно есть во всем мире. И государство с ним борется, но не обязательно речь должна идти о заключении людей под стражу. Речь может идти о том, чтобы следить за данным ребенком, смотреть, как он воспитывается. Пытаться помогать родителям, в том числе, в случае, если они не справляются с таким ребенком. То есть ребенок может быть помещен в специальный воспитательный интернат. А, быть может, лишать родительских прав, не совсем родивых родителей, которые недобросовестно следят за своим ребенком, в результате чего он становится на этот неправильный преступный путь. То есть механизмов достаточно много. Мы с вами поговорили об уголовном праве. Это, конечно, тема ни одного, ни двух уроков. Это достаточно большой раздел, его изучают будущие юристы на протяжении многих лет. А вообще к этой теме, даже в рамках курса общества знаний, мы еще вернемся с вами в 10-11 классе. Ну а на следующем уроке мы поговорим о социальных правах наших граждан.